Сия опасность заставила новогородцев примириться с князем Александром Михайловичем. Уже семь лет псковитяне не видали у себя архипастыря. Святитель Василий, забыв их строптивость, приехал к ним со своим клиросом, благословил народ, чиновников и крестил сына у князя. Желая иметь еще надежнейшую опору, новогородцы подружились с Гедемином, несмотря на то, что он в сие время вступил в родственный союз с Иоанном Данииловичем, выдав за его сына, юного Симеона, дочь или внучку свою Августу, названную в крещении Анастасией. Еще в 1331 году, как рассказывает один летописец, Гедемин, остановив архиепископа Василия и Бояр Новогородских, ехавших в Волынию, принудил их дать ему слово, что они уступят на реманту его сыну Ладогу с другими местами в вечное и потомственное владение. Обстоятельства весьма сомнительные. В достовернейших летописях нет Онова. И могло ли обещание, вынужденное насилием, быть действительным обязательством? Гораздо вероятнее, что Гедемин единственно изъявил новогородцам желание видеть на реманта их удельным князем, обещая им защиту, или они сами вздумали таким образом приобрести оную, опасаясь Иоанна столь же, сколько и внешних врагов. Политика не весьма согласная с общим благом государства российского. Но заботясь исключительно о собственных выгодах, думая, может быть, и то, что Россия, истерзанная моголами, стесняемая Литвою, должна скоро погибнуть, новогородцы искали способ устоять в ее падении со своей гражданской вольностью и частным избытком. Как бы то ни было, Наримант, да то ли язычник, известил новогородцев, что он уже христианин и желает поклониться святой Софии. Народное вечие отправило за ним послов и, взяв с него клятву быть верным Новогороду, отдало ему ладогу, орехов, кексгольм, всю землю карельскую и половину копорья в отчину и в дедину, с правом наследственным для его сыновей и внуков. Сие право состояло в судебной и воинской власти, соединенной с некоторыми определенными доходами. 1334-1335 годы. Однако ж новогородцы все еще старались утишить гнев великого князя и, наконец, в том успели посредством, кажется, митрополита Феогноста, с коим деятельный архиепископ Василий имел свидание во Владимире. Иоанн, возвратясь из Орды в Москву, выслушал милостиво их послов и сам приехал в Новгород. Все неудовольствия были преданы забвению. В знак благоволения за оказанную ему почесть и приветливость жителей, умевших иногда ласкать князя. Иоанн позвал в Москву архиепископа и главных их чиновников, чтобы за роскошное угощение отплатить им таким же. Всех взаимных изъявлениях доброжелательства он согласился с новогородцами вторично изгнать Александра Михайловича из России и смирить псковитян, исполняя волю татар или следуя движению личной на него злобы. Условились в мерах, но отложили поход до иного времени. Спокойно и с одной стороны, новогородцы искали врагов в стенах своих. Еще и прежде, сменяя посадника, народ ограбил дома и села некоторых бояр. В сем году река Волхов была как бы границей между двумя неприятельскими станами. Несогласие в делах внутреннего правления, основанного на определениях веча или на общей воле граждан, естественным образом рождало сие частые мятежи, бывающие главным злом свободы, всегда беспокойной и всегда любезной народу. Половина жителей восстала на другую, мечи и копья сверкали на обоих берегах Волхова. К счастью, угрозы не имели следствия кровопролитного и зрелище ужаса скоро обратилось в картину трогательной братской любви. Примиренные ревностью благоразумных посредников, граждане дружески обнялись на мосту, и скромный летописец, умалчивая о вине сего междоусобия, говорит только, что оно было доказательством и гнева, и милосердия небесного, ибо прекратилось столь счастливо, хотя и ненадолго. Через несколько времени опять упоминается в новогородской летописи о возмущении, в коем пострадал один архимандрит, запертый истригомый народом в церкви, как в темнице. 1337 год. Согласие с великим князем было вторично нарушено походом его войска в Двинскую область. Истощая казну свою частыми путешествиями в корыстолюбивую Орду и видя, что новогородцы не расположены добровольно поделиться с ним сокровищами сибирской торговли, он хотел вооруженную рукою перехватить оные. Полки Иоанновы шли зимою. Изнуренные трудностями пути и встреченные сильным отпором двинских чиновников, они не имели успеха и возвратились, потеряв множество людей. Сие неприятельское действие заставило новогородцев опять искать дружбы псковитян через их общего духовного пастыря. Архиепископ Василий отправился во Псков, но жители, считая новогородцев своими врагами, уже не хотели союза с ними. Приняли владыку холодно и не дали ему обыкновенной, так называемой судной пошлины или десятой части из судебных казенных доходов. Напрасно Василий грозил чиновникам именем церкви и, следуя примеру митрополита Феогноста, объявил проклятие всему их городу. Псковитяне на сей раз выслушали оное спокойно, и разгневанный архиепископ уехал, видя, что они не верят действию клятвы, внушенной ему корыстолюбием или политикою и несогласной с духом христианства. Впрочем, великий князь, испытав неудачу, оставил новогородцев в покое, встревоженный переменную в судьбе Александра Михайловича. Жив около десяти лет во Пскове, Александр непрестанно помышлял о своей отчизне и средствах возвратиться с безопасностью в ее недра. «Если умру в изгнании», говорил он друзьям, «то и дети мои останутся без наследия». Псковитяне любили его, но сила не соответствовала их усердию. Он предвидел, что новогородцы не откажутся от древней власти над ними, воспользуются первым случаем смирить сих ослушников, выгонят его или оставят там из милости своим наместникам. Покровительство Гедемина не могло возвратить ему Тверского престола, ибо сей литовский князь избегал войны с ханом. Александр мог бы обратиться к великому князю, но, будучи им издавна ненавидим, надеялся скорее умилостивить грозного узбека и послал к нему юного сына своего Феодора, который в 1336 году благополучно возвратился в Россию с послом Могольским. Привезенные вести были таковы, что Александр решился сам ехать в Орду и, взяв заочно благословение от митрополита Феогноста, отправился туда с боярами. Его немедленно представили узбеку. «Царь верховный», — сказал он хану с видом покорности, но без робости и малодушия. «Я заслужил гнев твой и вручаю тебе мою судьбу. Действуй по внушению неба и собственного сердца. Милуй или казни. В первом случае прославлю Бога и твою милость. Хочешь ли головы моей? Она пред тобою». Свирепый хан смягчился, взглянул на него милостиво и с удовольствием объявил вельможам своим, что князь Александр смиренную мудростью избавляет себя от казни. Узбек, осыпав его знаками благоволения, возвратил ему достоинство князя Тверского. 1338 год. Александр с восхищением прибыл в свою отечественную столицу, где братья и народ встретили его с такой же искреннею радостью. Тверь, в 1327 году опустошенная моголами, уже возникла из своего пепла трудами и попечением Константина Михайловича. Рассеянные жители собрались, и церкви, вновь украшенные их ревностью к святыне, сияли в прежнем велелепии. Добрый Константин, восстановитель всего княжения, охотно сдал правление старшему брату, коего безрассудная пылкость была виною столь великого несчастья, и желал, чтобы он превосходством опытного ума своего возвратил их отчизне знаменитость и силу, приобретенные во дни Михаиловы. Александр призвал супругу и детей из Пскова, велев объявить его добрым гражданам вечную благодарность за их любовь и надеялся жить единственно для счастья подданных. Но судьба готовила ему иную долю.